Друзья, привет! Давно мечтал освоить ювелирное ремесло, но все никак не доходили руки. Сегодня я стану на один шаг ближе к своей мечте и изготовлю небольшую горелку для плавки небольших масс металла, а также пайки мелких деталей. Приятного просмотра! По совету Вениамина, автора канала Левша, заказал в магазине Прутки.ру небольшое количество материала. Из них и будем делать сегодняшнюю самоделку. Начнем, конечно же, с сопла. Из этого кусочка металла изготовим корпус. Протачиваем его в диаметр 23 мм. Токарных работ сегодня будет много и не знаю, как вам, но мне нравится смотреть на обработку металла. Сразу же сделаем проточку под резьбу М22 с шагом 1 мм. Для этого пришлось перебороть свою лень и перебрать гитару станка. За все видео этот процесс производил 4 раза. Далее заготовку внутри нужно расточить. Как всегда, центруемся и сверлим отверстие на глубину 30 мм. Догоняем внутренний диаметр до 19,5 мм. И, конечно же, отрезаем. Вот так выглядит наш корпус. С диффузором все немного сложнее. Для начала проточим заготовку в диаметр 24,5 мм. И сразу же сделаем накатку. Стенки у него в итоге будут тонкие и есть риск смять заготовку. Теперь можно протащить под внутреннюю резьбу и нарезать ее. Отлично! Все подходит, как и планировалось. Для расточки внутреннего конуса буду использовать изготовленный ранее резец из быстрореза. Устанавливаем угол в 1 градус и поехали. А внешний конус обработаем в собранном состоянии. Сразу же, как говорится, не отходя от кассы, отрежем пару шайб для рассеивателя. Может он называется и по-другому, поэтому поправьте в комментариях. Детали сопла готовы и можно подсобрать все в кучу. Вот так это будет выглядеть. А в центральное отверстие будет вставляться трубка диаметром 4 мм. Из этого прутка изготовим переходную трубку, соединяющую кран горелки с соплом. Это, наверное, самая простая деталь в сегодняшней конструкции. Делаем сквозное отверстие 5 мм, а затем протачиваем ее снаружи до 9 мм. Отрезал кусочек латуни для изготовления корпуса конусного крана. Его еще называют пробковым. Если кто не знает, такие в основном использовались в старых самоварах. И по сей день используются в системах газоснабжения. Но для начала сделаем сквозное отверстие для подвода газовой смеси горелки. В моей мастерской за последнее время появилось много разного инструмента. И экономить на покупках мне помогает Е-каталог. Здесь все просто. Скажем, нам нужен сверлильный станок. Для этого делаем запрос в строке поиска. Далее выбираем производителя, которому больше всего отдаем предпочтение. И устанавливаем необходимые параметры. Переходим на страницу с понравившимся товаром и смотрим, в каком магазине он дешевле всего. Также здесь можно почитать отзывы и посмотреть видео обзоры. Экономьте с Е-каталогом, как это делаю я. Ссылочка уже ждет вас в описании. Далее устанавливаем будущий корпус в токарный патрон. И сделаем внутренний конус для посадки пробки или подвижной части крана. Угол конуса выбрал 1,5 градуса и при помощи малой продольной и шуруповерта выполняю проточку. Вот такой корпус у нас получился. Теперь сама пробка. Приводим нашу заготовку в нужный нам диаметр и также делаем конус. Чтобы не ловить нужный угол и было точнее, его делаю на реверсе, тем же самым резцом. И как мы видим, все подошло просто идеально. Теперь можно нарезать резьбу и сделать накатку. После этого еще нужно будет притереть кран, но это сделаю за кадром. Основание и рукояти у нас будет алюминиевое, и оно будет вкручиваться в сам корпус. Для этого нарежем резьбу М10ШК1. Также решил корпус немного облегчить и снять с двух сторон по 3 мм металла. Маленькая трубка, которая входит в центр сопла, будет подключаться напрямую к газопроводу, минуя кран. Для этого фрезой 4 мм сделаем отверстие в корпусе. Вот так все это выглядит в итоге. И последняя деталь на сегодня, это ручка с подводом газовой смеси. Конечно же сначала просверлим отверстие 5 мм на всю длину заготовки. А теперь протачиваем и делаем елочку для подключения шланга. Наверное, ни для кого не секрет, что алюминий хорошо проводит тепло. А поскольку горелка на максимальном пламени также нагревается, ручку решил сделать из дерева для комфортной работы. Мой подопытный черенок от лопаты для этих целей подойдет лучше всего. Напрессовываем его и обрабатываем. Кстати, уже пришли все детали для завершения моего самого долгого проекта с самодельным токарным станком. Так что скоро будет финал. Если кто не знает о чем я, обязательно посмотрите по всплывающей подсказке. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. После обработки резцом доводим наждачной бумагой. И готово. За кадром выгнул тонкую трубку, чтобы не затягивать это видео. И теперь все готово к пайке. Паять будем горелкой с мапгазом и серебро содержащим припоем. Припоя достаточно маленькой капли. Ее можно будет разогнать по всему месту спайки. Так получится аккуратнее и потом меньше обрабатывать. Конечно же, если это потребуется. Таким же способом припаяем кран и к большой трубке. После всех этих манипуляций, конечно же, обработка. Хоть латунь со временем и окислится, горелку все равно решил наполировать и придать, так сказать, товарный вид. Для этого, как вы видите, все средства хороши. И финишный этап – мыслиновый круг с пастой Диалюкс. В итоге, вот такая красота у нас получилась. Настоящая ювелирная горелка. За кадром изготовил еще одну побольше для своего отца. Настраивать ее он будет сам по месту. А испытывать сегодня будем мою. Сделал две разные сетки и, на мой взгляд, та, что слева работает лучше всего. Ну, по крайней мере, на том генераторе, который у меня имеется. Это опасная конструкция. И я ее крайне не рекомендую. Сделал ее только лишь для проверки. Обязательно в будущем сделаю полноценный генератор с компрессором. И если вам будет интересно такое видео, пишите в комментариях. Ну, а пока предварительные испытания. На аквариумном компрессоре получается вот такая иголка для пайки. И максимальное пламя. От холодильного же компрессора пламя намного интереснее. И таким уже можно плавить металл. Для теста есть у меня кусочек серебряной цепочки. Ну и давайте сделаем из него каплю. Тигля у меня также еще нет. И будем плавить на кирпиче. Буквально 40 секунд и металл расплавился. Так же переплавил весь имеющийся у меня лом. Просто так для интереса. Ну а на этом у меня все. И если понравилось это видео, то ставьте ваши лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А с вами был, как всегда, я Михаил. И это канал Добрый Мастер. Пока-пока.